Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И перед вами видео подробные таблицы неправильных глаголов с примерами. Действительно, мы с вами идем не по верхам, не по верхам, а именно подробно разбираем примеры с каждым неправильным глаголом. Все прописываем, проговариваем. И также вы можете отрабатывать материалы на нашем втором канале English Professional. Там есть различные видео по неправильным глаголам и не только. Ссылочка в описании. Итак, друзья мои, are you ready? I hope so. Привет! Мы с вами разберем очень важную тему. Таблица неправильных глаголов с переводом и транскрипцией. Часть первая. Part one. So. Глагол be переводится как быть. Его формы was, were, вторая форма, и третья форма been. Обратите внимание на произношение. Долгий звук и. И давай с вами посмотрим примеры. Например, я хочу быть врачом. Как мы с вами это скажем? I want to be a doctor. I want to be a doctor. Соответственно, вторая форма was и were. I, he, she, it – это was. Например, это было очень интересно. It was very interesting. It was very interesting. И, соответственно, we, you, they – это were. For example. Например, they were, they were so happy. Они были так счастливы. И третья форма been – быть. Например, ты когда-либо был в Америке. Have you ever been to America? Have you ever been to America? Мы с вами знаем, что третья форма употребляется во времени present perfect. Это настоящее совершенное время или же ближайшее прошедшее. Прошедшее – present perfect образуется have, has плюс третья форма. И мы здесь видим have. И третья форма от be – это been. Have you ever been to America? Next. Have – иметь. Обратите внимание на произношение звука a, как слово cat. Окошко. A. Have. И формы had, had. Have, had, had. Значит, разберем теперь примеры. So. У меня есть брат. I have. I have. A brother. I have a brother. Вторая и третья форма had. Соответственно, получается, мы прекрасно привели время. We had. We had a great time. We had a great time together. Мы прекрасно привели время. We had a great time together. И пример с третьей формой. I have never, I have never had this idea before. У меня никогда не было раньше этой идеи. I have never had this idea before. Next. Free. Do. Делать. Do. И формы did. Done. Do. Долгий звук. Дветочие в транскрипте означает длительность. Do. Did. Done. Делать. И примеры, соответственно. Я должен делать свою домашнюю работу. I must do my homework. I must do my homework. Форма, соответственно, did и done. For example, например, я сделал это очень хорошо. I did it. I did it very well. I did it very well. И она только что закончила уборку. She has just done housework. She has just done housework. Мы видим do, did, done. Number four. Say. Сказать. Say. Форма say, said, said. Say, said, said. И разберем примеры. Я сказал это очень громко. I said it very loudly. Я сказал это очень громко. Или, например, пример с первой формой. Что ты можешь сказать об этом? What can you say about it? What can you say about it? Ну и пример другой. I said it very loudly. И мы помним, что форма say, said, said. И разберем пример с третьей формой. Я уже сказал это. I have already said it. Next. Go. О. Go. Ити. Go. Went. Gone. Go. Went. Gone. For example. Пошли. Let's go. Let's go. Я пошел на работу. I went. I went to work. I went to work. Она еще не ушла за покупками. She. Hasn't. She hasn't gone shopping yet. She hasn't gone shopping yet. Далее. Шестой главой в нашем списке. Get. Получить. Получать. Ну и, соответственно, давайте еще раз посмотрим на транскрипцию. Транскрипция здесь имеется в виду, что в период не хватает еще такой же буквы G. Также. Извините, какие-то опечатки. Сразу буду поправлять. Get. Означает получить. То есть, транскрипция выглядит следующим образом. В принципе, она такая же, как и слово. То есть, глагол у нас get, а транскрипция у нас с вами такая же get. Вообще, по хорошему счету, важно уметь с вами читать транскрипцию. То есть, понимать транскрипцию. Читать транскрипцию. И это как бы первый уровень, чтобы мы могли с вами произносить все без ошибок, наиболее близко к тому, как произносят носители языка. Но также есть еще второй уровень понимания транскрипции. Это когда мы можем сами эту транскрипцию воспроизвести. Например, у нас есть слово get. И мы можем без подглядки написать эту транскрипцию. Есть слово be. И мы также можем эту транскрипцию написать. Но не просто русскими буквами, а знаками, которые общеприняты в транскрипции, как мы здесь видим в третьей колонке. В принципе, это очень неплохо. Потому что это говорит о том, что мы понимаем, как произносится каждый звук. Ну, давайте с вами посмотрим примеры с get. Например, он получает много денег. So, he gets lots of money. Он получает много денег. Соответственно, вторая и третья форма – это got. В американском английском третья форма – got. Но сейчас мы посмотрим. Итак, пример со второй формой. Я получил подарок. Я получил подарок. Я получил подарок. I got a present. I got a present. Я получил подарок. I got a present. И пример с третьей формой. Он только что получил 5000 долларов. He has just got five thousand dollars. Ну, в американском английском третья форма – gotten. Поэтому по-американски можно было сказать – he has just gotten five thousand dollars. Но вообще очень часто встречается именно вариант британского английского. Поэтому мы с вами говорим – he has just got five thousand dollars. Next. Седьмой неправильный глагол – no. Переводится как знать. Oh. No. И форма new known. No. New known. For example. Например, я знаю это очень хорошо. I know it very well. I know it very well. Я узнал об этом вчера. I knew about it. Я узнал об этом. I knew about it yesterday. I knew about it yesterday. И третья форма known. Значит, мы знаем друг друга очень долгое время. We have known. We have known. Each other. We have known each other. For a very long time. We have known each other for a very long time. We have known each other for a very long time. Далее. Восьмой неправильный глагол – think. Думать. Think. И формы thought, thought. Think, thought, thought. И примеры. Например, я думаю, что ты прав. I think you are right. I think you are right. I think you are right. Next. Я подумал о ней. Я подумал о ней. I thought about her. I thought about her. И пример с третьей формой. Я никогда не думал об этой проблеме. I have never thought about this problem. I have never thought about this problem. I have never thought about this problem. So, далее. Next. Take. Означает брать. Take, took, taken. Take, took, taken. И, соответственно, примеры. Ты можешь взять это. You can take it. You can take it. Ты можешь взять это. You can take it. Далее. Я взял его с собой. I took him. I took him with me. I took him with me. И пример с третьей формой. Я еще не взял свой бумажник. I haven't, I haven't, I haven't taken my wallet yet. I haven't taken my wallet yet. И десятый глагол в нашем списке. See. Логий звук и. See. Означает, как и видеть. See, saw, seen. See, saw, seen. И, соответственно, примеры. Я вижу это очень хорошо. I see it. I see it very well. Я видел ее вчера. I saw her yesterday. I saw her yesterday. Я никогда не видел его. I have never. I have never. I have never seen him. I have never seen him. Может, там добавить. Я вижу в первый раз. I see him. Это означает. I see him for the first time. I see him for the first time. Ну, давайте еще раз все с вами повторим и закрепим. Мы с вами начали цикл данных видеоуроков. Если вам нравится, то просьба поставить лайк или какой-то комментарий, чтобы действительно я понял, что в таком ключе видео интересно, достаточно длительное и подробное. Я дальше смог бы так записывать. Но, как говорится, не без вашей поддержки. Значит, давайте еще раз все повторим. Повторим формы и примеры. So, be, was, were, been, have, had, had, do, did, done, say, said, said, go, went, gone, get, got, got. Ну, мы с вами подразивцы говорили, что здесь get. Может, извиняюсь, просто это скопировано из ворда screen. Я потом сейчас не могу изменить. Но мы с вами дальше это написали, как выглядит. So, get, got, got. Know, new, known. Just a second. Хотя, как говорится, нет ничего невозможного. Сейчас я сделал паузу, сделал новый скрин, и ему так выглядит намного лучше. Get, got, got. Ну, если какие-то у вас вообще есть замечания по поводу, как вообще можно улучшить уроки, и данный урок, то пишите, чтобы это можно было, конечно, учесть. Я все его делаю, кажется, с учетом ваших там замечаний, предпочтений и так далее. Кажется, все лучшее для вас. All the best is for you. Okay, let's go on. So, продолжим. Know, new, known. Think, thought, thought. Take, took, taken. See, saw, seen. I want to be a doctor. It was very interesting. They were so happy. Have you ever been to America? Present perfect. I have a brother. We had a great time together. I have never had this idea before. I must do my homework. I did it very well. She has just done housework. What can you say about it? I said it very loudly. I have already said it. Let's go. I went to work. She hasn't gone shopping yet. Get. He gets lots of money. I got a present. He has just got $5,000 or gotten American variant. American variant. I know it very well. I knew about it yesterday. We have known each other for a very long time. I think you are right. I thought about her. I have never thought about this problem. You can take it. I took him with me. I haven't taken my wallet yet. I see it very well. I saw her yesterday. I have never seen him. I see him for the first time. Thank you very much. Спасибо вам огромное за внимание. Thank you very much for your attention. Таблица неправильных глаголов с переводом и транскрипцией. Часть вторая. Part 2. So, come. Приходи. Короткий звук А. Как в слове but. Come. Формы. Come. Came. Come. For example. Я обычно прихожу домой поздно. I often. I often. Come home. I often come home late. I often come home late. Следующий пример со второй формы. Она пришла на вечеринку. She came to the party. She came to the party. She came to the party. Она только что пришла на встречу. She has. She has just come to the meeting. She has just come to the meeting. Next. Find. Находить. Find. Found. Found. Find. Found. For example. I can't find. I can't find. This information. Я не могу найти эту информацию. I can't find this information. Next. Я нашел это в интернете. I found it. I found it. In the internet. I found it in the internet. Я нашел это в интернете. Он только что нашел свои ключи. He has just found his keys. Just это временной указатель времени. Present perfect. Здесь используется третья форма. Have has и третья форма. Значит, he has just found his keys. Next. Thirteen. Тринадцать. Give. Gave. Given. Давать. Give. Gave. Given. Я могу дать тебе свою ручку. I can give you my pen. I can give you my pen. I can give you my pen. Он дал мне свою книгу. He gave me. He gave me his book. He gave me his book. And one more example. Еще один пример. Я только что дал ей подарок. I have just... Ну, давайте уже другое слово, потому что только что у нас уже было. Я уже подарил ей подарок. I have already. I have already. Already тоже временно указатель времени. Present perfect. I have already given her... I have already given her a present. I have already given her a present. Next. Tell. Сказать. Сказать кому-то именно. Tell. Told. Told. Tell. Told. Не говори мне об этом. Don't tell me. Don't tell me. About it. Don't tell me about it. The next example. Следующий пример. She told me. She told me the latest news. Она рассказала мне самые последние новости. She told me the latest news. Next. He hasn't told me. About this problem yet. О, мне еще не рассказал об этой проблеме. Yet. Еще нет. Определяем на конце. Также временной указатель времени. Present perfect. He hasn't told me about this problem yet. Далее. Feel. Чувствует себя. Feel. Долгий звук и. Felt. 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 For example. I feel good. Я чувствую себя хорошо. I feel good. I feel good. Он чувствовал себя плохо. He felt bad. He felt bad. И пример с третьей формой. She has never felt such a shame. Она никогда не чувствовала такой стыд. She has never felt such a shame. Shame – это стыд. She has never felt such a shame. Далее. Sixteen. Become. Становится. Become. Became. Become. Хотя многие, может, и хотят произнести. Become. На самом деле, и звук и. Как мы видим в транскрипции. Become. Became. Become. Became. Примеры. Он хочет стать бизнесменом. He wants. He wants to become. He wants to become a businessman. He wants to become a businessman. A businessman. He wants to become a businessman. Далее. Она стала знаменитой. She became. She became. Famous. She became famous. Famous – это знаменитая. She became famous. Еще один пример. Эта ошибка не стала распространенной. This mistake. This mistake. Далее. Hasn't. Потому что ошибка – это it. Мы знаем, что it has. It hasn't. This mistake hasn't become common. Вот. Common – это распространенное. This mistake hasn't become common. This mistake hasn't become common. Далее. Leave. Уезжать. Уезжать. Покидать. Мне нужно уехать из Москвы. I need. I need to leave Moscow. Если уехать из какого-то места, мы с вами не употребляем предлог. На русском так и хочется. То есть, мы говорим «уехать из». На английском никакого здесь предлога не нужно. Просто leave some place. Уехать из какого-то места. I need to leave Moscow. Я уехал из Америки. Он еще не уехал из города. He hasn't left the city yet. He hasn't left the city yet. Далее. Put. Класть. Put. Короткий звук. У. Put. Put. Легко заполнить, так как все три формы одинаковые. Put. 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 Примеры. Examples. Я обычно кладу это на стол. I usually put it on the table. I usually put it on the table. I usually put it on the table. Далее. Я положу это на письменный стол. I put it. On the desk. I put it on the desk. I put it on the desk. And the next example. Я положил это около твоего компьютера. I have put it. I have put it near. I have put it near. Near это около near. Your computer. I have put it near your computer. Далее. Очень интересный глагол mean. Долгий звук и. Mean. И формы mean meant meant. Mean meant meant. Переводится как иметь в виду. Но также есть и второе значение. Намереваться. Значит, очень частый вопрос, который мы сдаем с первой формы. Что ты имеешь в виду? What? What do you mean? Что ты имеешь в виду? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Там. Иметь в виду, значит. Это ничего не значило. It meant nothing. It meant nothing. И также mean переводится как намереваться. Давайте сразу посмотрим пример со вторым значением. Например, я намеревался ей позвонить. I meant to call her. I meant to call her. Я намеревался ей позвонить. То есть, здесь I meant to call her означает, в принципе, синоним конструкции to be going to do something. Собираться что-то сделать. I was going. I was going to call her. И пример с третьей формой. I haven't met. I haven't meant. I haven't meant. To change my job yet. Я еще не собирался, не намеревался поменять свою работу. I haven't meant to change my job yet. I haven't meant to change my job yet. И далее глагол keep. Долгий звук и держать. Keep. Keep. Kept. Kept. И сами, как всегда, разберем примеры. Например, они держали меня в неведении. They kept me in the dark. Выражение keep someone in the dark. Держать кого-то в неведении. Или есть такое выражение держать слово. Например, I'll keep my word. Я сдержу свое слово. I'll keep my word. И пример с третьей формы. Я сдержал свое обещание. I have kept my promise. I have kept my promise. А давай еще раз все с вами проверим и повторим. Came. Come. Find. Found. Found. Give. Gave. Tell. Told. Told. Feel. Felt. Felt. Become. Became. Become. Leave. Left. Left. Put. Put. Mean. Meant. Meant. Keep. Kept. Kept. I often come home late. She came to the party. She has just come to the meeting. I can't find this information. I found it in the internet. He has just found his keys. Present perfect. I can give you my pen. He gave me his book. I have already given her a present. Don't tell me about it. She told me the latest news. Мы с вами говорили, что именно новости. News – это новости. И выражение the latest news. Самые последние, самые свежие новости. The latest news. Next. He hasn't told me about this problem. I feel good. He felt bad. She has never felt such a shame. He wants to become a businessman. She became famous. This mistake hasn't become common. I need to leave Moscow. I left America. He hasn't left the city yet. I usually put it on the table. I put it on the desk. I have put it near your computer. What do you mean? It meant nothing. I meant to call her. I was going to call her. I haven't meant to change my job yet. I'll keep my word. They kept me in the dark. I have kept my promise. Окей? Спасибо огромное за то, что вы пришли. Thank you very much for coming. Таблица неправильных глаголов с переводом и транскрипцией. Часть третья. Part three. Итак, let позволять. Формы let, let, let. Let, let, let. И, конечно же, let употребляется часто в выражении let's. Давай. Let's go. Пойдем. Let's go. Давай сделаем это. Let's do it. Пример со второй формой. Например. Я позволил ей I let her. I let her. Я позволил сделать ей это. I let her do it. I let her do it. Мы знаем, что здесь никакие to не нужны. Позволить кому-то что-то сделать. Это let somebody do something. Без всяких to. Let somebody do something. Позволить кому-то что-то сделать. And one more example. They haven't let her go abroad yet. То есть, они ей еще не разрешили поехать за границу. Не позволили. То есть, не разрешили. They haven't let her go abroad yet. Следующий глагол. Begin. Начинать. Begin. Began. Began. Обратите внимание на произношение. А не begin, а begin. И. Звук и. Begin. Began. Began. Давайте начнем. So, let's begin. Let's begin. Let's begin. Встреча началась вовремя. The lesson hasn't begun yet. Урок еще не начался. The lesson hasn't begun yet. Синоним слова begin это started. Соответственно, здесь можно было также сказать the lesson hasn't started yet. Далее show показывать. Show. Showed. Shown. Вторая форма как и у правильного глагола, а вот третья форма неправильная. Show. Showed. Shown. For example. Show it to him. Show it to him. Покажи это ему. Show it to him. Show it to him. Он мне показал свои результаты. He showed me. He showed me his results. He showed me his results. He has already. He has already shown me his work. Он мне уже показал свою работу. То, he has already shown me his work. Next. Hear. Слышать. Hear. Heard. Heard. I hear it for the first time. I hear it for the first time. Я слышу это впервые. I hear it for the first time. I heard it from her. Я услышал это от нее. I heard it from her. И я никогда не слышал об этом. I have never heard. I have never heard. About it. I have never heard about it. Hold. Hold. Держать. Hold. Held. Held. Hold. Held. Held. А держи это. Hold it. Hold it. Он держал это крепко. He held it. Tightly. He held it tightly. И пример с третьей формой. She hasn't. Held it. In her arms yet. She hasn't held it in her arms yet. Она еще не держала это в своих руках. She hasn't held it in her arms yet. Next. Bring. Приносить. Bring. Bring. Brought. Brought. Bring. Brought. Brought. So. Bring it to me. Bring it to me. Принеси мне это. Bring it to me. Она мне привезла чашку чая. She brought me. She brought me. She brought me. A cup of tea. She brought me a cup of tea. I have already. I have already. Brought her a cup of coffee. Я уже принес ей чашку чая. Write. Писать. Write. Wrote. Written. Write. Wrote. Written. Write it for me. Write it for me. Напиши это для меня. Write it for me. I wrote a letter to her. I wrote a letter to her. Я написал ей письмо. And one more example. I have already. I have already written. Written down. This example. I have already written down this example. Write down это фразовый глагол, переводится как записать. I have already written down this example. Write, wrote, written. Sit. Сидеть. Sit. 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 You can sit here. You can sit here. Ты можешь сидеть здесь. You can sit here. He sat on a chair. Он сел на стул. He sat on a chair. Она села на пол. She has just... Она только что села на пол. She has just sat on the floor. She has just sat on the floor. She has just sat on the floor. Далее глагол stand. Стоять. Stand. Stood. Stood. Stand. Stood. Stood. Итак, мы знаем с вами глагол также вставать. Stand. Стоять. А вставать это stand up. Вставай. Stand up. Он встал. He stood up. He stood up. And went. And went out of the room. Он встал и вышел из комнаты. He stood up and went out of the room. А я только что встал. I have just... I have just stood up. I don't want. I don't want to sit. Я не хочу сидеть. I have just stood up. I don't want to sit. И последний глагол из этой десятки, тридцатый, lose. Терять. Lose, lost, lost. Lose, lost, lost. For example, he often loses things. Он часто теряет вещи. He often loses things. She has just lost her keys. Она только что потеряла свои ключи. She has just lost her keys. И даже еще выражение есть. Lost someone's mind. Терять рассудок. He lost his mind. Он потерял рассудок. То есть он сошел с ума. He lost his mind. It means... It means... Это означает... It means that he became crazy. It means that he became crazy. Окей? Давайте с вами еще раз все проверим и повторим. Продолжение следует... Студ, stood, stood. Лose, lost, lost. Let's go. Let's do it. I let her do it. Let somebody do something. They haven't let her go abroad yet. Let's begin. The meeting began on time. The lesson hasn't begun yet. The lesson hasn't started yet. Show it to him. He showed me his results. He has already shown me his work. I hear it for the first time. I heard it from her. I have never heard about it. Hold it. He held it tightly. She hasn't held it in her arms yet. Bring it to me. She brought me a cup of tea. I have already brought her a cup of coffee. Write it for me. I wrote a letter to her. I have already written down this example. You can sit here. He sat on a chair. She has just sat on the floor. Stand up. He stood up and went out of the room. I have just stood up. I don't want to sit. He often loses things. She has just lost her keys. He lost his mind. It means that he became crazy. You need to pay for it. Next. I paid. I paid for the course. Я заплатил за курс. I paid for the course. She hasn't paid for the training. She hasn't paid for the training yet. Он еще не заплатил за тренировку, за тренинг. She hasn't paid for the training yet. Meet. Встречать. Meet. Met. Met. Meet. Met. Met. I often meet him in the park. I often meet him in the park. I met him. I met him yesterday. I met him yesterday. I met him yesterday. Next. I have already met this word. I have already met this word. Я уже встречал это слово. I have already met this word. Set. Set, set. Ставить. Set, set, set. For example. You can set it on the table. Ты можешь поставить это на стол. You can set it on the table. You can set it on the table. Я поставил это на стул. Он поставил лестницу здесь. He has set the letter here. Далее. Учить. Изучать. И данный глагол может быть как правильным. Learn. Learned. Learned. Так и неправильным. Learn. Learned. Learned. Еще раз. Learn. Learned. Learned. Or. Learn. Learned. Learned. Оба этих варианта допустимы. Например. Я изучаю английский. I. Learn English. I learned English. I learned English. Я выучил это наизусть. I learned it. I learned it by heart. Это выражение. Learned something by heart. Выучишь что-то наизусть. I learned it by heart. I have just learned this text. Я только что выучил этот текст. I have just learned this text. Next. Понимать. Understand. Understood. Understood. I understand you. I understand you. I understand you. Very well. Я также надеюсь, что вы меня хорошо понимаете. Я понял тебя. Я уже понял это объяснение. Я уже понял это объяснение. Далее, speak, spoke, spoken. Я говорю по-английски. I speak English. Мы говорили по-французски. We spoke French. А ты когда-либо говорил по-английски свободно? Have you ever spoken English fluently? Have you ever spoken English fluently? Spent. Write it. Spent, spent, spent. Spent, spent, spent. For example, например, I often, I often spend time with them. Я часто прожжу время с ними. I often spend time with them. I spent all my money. Я потратил все свои деньги. I spent all my money. I spent all my money. She has already spent. Она уже потратила. She has already spent. She has already spent. 20,000 dollars. Она уже потратила 20,000 долларов. She has already spent. 20,000 dollars. Далее. Grow, расти. Grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Examples. Примеры. I grow. I grow carrots. I grow carrots in the garden. Я выращиваю морковь в саду. I grow carrots in the garden. Также есть очень полезный фразовый глагол с grow. Вырастать. Grow up. Он вырос. He grew up. He grew up. Когда мы говорим о людях, что кто-то вырос, мы используем grow up. Добавляем up. He grew up very quickly. Он вырос очень быстро. He grew up very quickly. He grew up very quickly. Далее. The next example. I have never. I have never grown vegetables. Я никогда не выращивал овощи. I have never grown vegetables. Next. Win. Выиграть. Win, won, won. Win, won, won. Я часто выигрываю. I often win. I often win. I am very lucky. Мне очень везет. I often win. I am very lucky. I often win. I am very lucky. I won. Я выиграл. I won. I won. Two thousand. Two thousand dollars. Я выиграл две тысячи долларов. I won. Two thousand dollars. And one more example. She has never. She has never won anything. Она никогда ничего не выигрывала. She has never won anything. She is so unlucky. Она такая невезучая. She is so unlucky. She has never won anything. She is so unlucky. И глагол buy, последний в нашей десятке, сороковой по счету, buy, купить, buy, bought, bought. Buy, bought, bought. И давайте с вами разберем примеры. He wants to buy, he wants to buy, a new computer. Он хочет купить новый компьютер. He wants to buy a new computer. I bought a new flat. Я купил новую квартиру. I bought a new flat. She has just bought. She has just bought. A new house. Она только что купила новый дом. She has just bought a new house. Окей? Давайте с вами еще раз все проверим и повторим. So. Pay. Paid. Paid. Meet. Met. Met. Set. 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 Learn. Learned. Learned. Or learn. Learned. Learned. Understand. Learned. Understand. Speak. Spoke. Spoken. Spend. 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 Grow. Grew. Grown. Win. One. One. Buy. Bought. Bought. You need to pay for it. Spend. I paid for the course. She hasn't paid for the training yet. I often meet him in the park. I met him yesterday. I have already met this word. You can set it on the table. I set it on the chair. He has set the letter here. I learned English. I learned it by heart. I have just learned this text. I understand you very well. I hope you understand me very well. I hope you understand me very well, too. I understood you. I have already understood this explanation. I speak English. We spoke French. Have you ever spoken English fluently? I often spend time with them. I spend all my money. She has already spent $20,000. I grow carrots in the garden. He grew up very quickly. I have never grown vegetables. I often win. I am very lucky. I won $2,000. She has never won anything. She is so unlucky. He wants to buy a new computer. I bought a new flat. She has just bought a new house. Таблица неправильных глаголов с переводом и транскрипцией. Часть пятая. Part 5. Send. Посылать. Send. 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 Ну, вторая колонка – это транскрипция, которая идет следующая за глаголом. Итак, send. Произносится так же, как и пишется. Send. 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 И сразу будем смотреть с вами примеры. I need. I need. To send her. A letter. Мне нужно послать ей письмо. I need. To send her. A letter. I have just sent him a message. Я только что послал ему сообщение. I have just sent him a message. И еще один пример со второй формы глагола. He sent her to the shop. Он послал ее в магазин. He sent her to the shop. Next. Build. Строить. Build. 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 They want. They want to build. a new house. Они хотят построить новый дом. They want. To build a new house. I built. A house. Я построил дом. I built a house. I built a house. Или же наоборот мы сами можем сказать. I have never. I have never built a house. Я никогда не строил дом. I have never built a house. I have never built a house. Next. Fall. Падать. Fall. Fell. Fallen. Fall. Fell. Fallen. Ну, спадать с какой-то высоты. Это fall down. The boy fell down. Мальчик упал. And hurt. И повредил. And hurt his arm. И повредил руку. The boy fell down and hurt his arm. Ну, или, например, and hurt his leg. Повредил ногу. And hurt his leg. Далее. Их продажи упали. Их продажи упали. Their sales. Their sales. Fell. Their sales. Their sales. One more example. It has just. It has just. Fall off the table. Это только что упал. So, it has just. Fall off the table. It has just. Fall off. The table. Next. Cut. Резать. Звук А. Краткий, как в БАД. Cut. 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 For example. Например. He cut. The rope. Он разделил веревку. He cut. The rope. Она порезала палец. She cut. Her finger. Он порезался. He cut. He cut himself. He cut himself. Next. Sell. Продавать. Sell. Sold. Sold. Sell. 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 For example. He wants. He wants to sell this house. Он хочет продать этот дом. He wants to sell this house. She sold. Her flat. Она продала свою квартиру. She sold her flat. He hasn't. He hasn't sold. His car. Yet. Он еще не продал свою машину. He hasn't sold his car. Yet. Drive. Водить машина. Drive. Drove. Driven. So. I can drive a car. I can drive a car. She drove a car yesterday. Она водила машину вчера. Ну и вопрос. Have you ever driven a car? Ты когда-либо водила машину? Have you ever driven a car? Have you ever driven a car? Next. Break. Ломать. Break. Broke. Broken. Break. Broke. For example. Например. Don't break the pen. Don't break. Don't break the pen. Не ломай ручку. Don't break the pen. He broke. He broke his arm. Он сломал руку. He broke his arm. И даже есть фразовый глагол break down, который переводится как ломаться. The car has just... Машина только что сломалась. The car has just broken down. The car has just broken down. Wear. Носить. Wear. Were. Worn. Wear. War. Worn. For example. He wears. Glosses. Он носит очки. He wears. Glosses. He wore. Warm clothes. Yesterday. Он носил теплую одежду вчера. He wore. Warm clothes. Yesterday. I have never worn. I have never worn. Such kind of things. I have never worn such kind of things. Я никогда не носил такого рода вещи. Далее. Hit. Ударять. Hit. 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 Все три формы одинаковые. Hit. 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 For example. Он ударил по мещу. He hit the ball. He hit the ball. He hit the ball. He hit the ball. Там. Он ударил его. He hit him. He hit him. Очень сильно. He hit him very hard. He hit him very hard. И пример с третьей формой. He was hit. He was hit very hard. Его ударили очень сильно. He was hit very hard. Здесь используется passive voice. Страдательный залог или пассив, когда действие происходит. Какие-то? Passive voice во времени past simple. Простое прошедшее время. Passive voice past simple. Next. Eat. Есть. Eat at eaten. Eat at eaten. He eats too much. Он ест слишком много. He eats too much. I ate a sandwich. I ate a sandwich. Я съел бутерброд. I ate a sandwich. I have just eaten a piece of cake. Я только что съел кусочек пирога. I have just eaten a piece of cake. Окей. Давайте все еще раз проверим и повторим. Send. 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 Build. Build. Fall. Fell. Fallen. Cut. 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 Sell. Sold. Sold. Drive. Drove. Driven. Break. Broke. Broken. Wear. Wore. Hit. 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 Eat. Eat at eaten. I need to send her a letter. He sent her to the shop. I have just sent him a message. They want to build a new house. I built a house. I have never built a house. The boy fell down and hurt his arm. The boy fell down and hurt his leg. The sails fell. It has just... Мы с вами говорили как раз, что это третья форма употребляется. Fallen. Fall. Fell. Fallen. It has just fallen off the table. Во время Present Perfect образуется have has plus третья форма. Или как в английском называется past participle. Have has plus past participle. It has just fallen off the table. Next. He cut the rope. She cut her finger. He cut himself. He wants to sell this house. She sold her flat. He hasn't sold his car yet. I can drive a car. She drove a car yesterday. Have you ever driven a car? Don't break the pen. He broke his arm. The car has just broken down. He wears glasses. He wore warm clothes yesterday. I have never worn such kind of things. He hit the ball. He hit him very hard. He was hit very hard. Passive voice. Past simple. He eats too much. I ate a sandwich. I have just eaten a piece of cake. Таблица неправильного глагола с переводом. И транскрипция часть шестая. Part six. И мы с вами продолжаем. Для удобства, чтобы не было загромождения, мы будем с вами разбирать по пять глаголов с примерами. Итак. Teach. Обучать. Teach. Долгий звук и. Teach. Taught. Taught. For example. Если мы разберем примеры. So. He taught me English. He taught me English. Он обучал меня английском. He taught me English. He taught me English. Она обучала меня испанском. She taught me. She taught me Spanish. И она только что мне прибыли урок. She has just taught me. She has just taught me. A lesson. She has just taught me a lesson. Next. Catch. Ловить. Catch. Caught. Caught. Catch. Caught. Caught. So. For example. Например. He caught the ball. Он поймал мяч. He caught the ball. He caught the ball. Там. War был пойман. The thief. Was caught. У нас с вами здесь третья форма. Во времени Passive. Получается Passive. Passive. Was war. Плюс третья форма глагола образуется у нас. Thief. Это he или she. Поэтому was caught. The thief was caught. Next. Draw. Рисовать. Draw. Drew. Drone. Draw. Drew. Drone. И examples. She drew. Она нарисовала. She drew. She drew. A very beautiful picture. She drew a very beautiful picture. She drew a very beautiful picture. She drew a very beautiful picture. И пример с третьей формой. She has always drawn very well. Она всегда очень хорошо рисовала. She has always drawn very well. Далее. Choose. Выбирай. Choose. Choose. Chose. Chosen. Choose. Chose. Chosen. Я выбрал тот вариант. I chose that variant. I chose that variant. She has chosen. Она выбрала. She has chosen the right answer. She has chosen the right answer. Она выбрала правильный ответ. She has chosen the right answer. Так. И далее. Достаточно, может, непростое слово, но, тем не менее, оно часто употребляется. Это seek. Искать. Seek. Sought. Sought. For example. Он искал работу. He. He sought. He sought for employment. He sought for employment. He sought for employment. В принципе, такое выражение, seek for employment, можно употреблять как с for, можно так и без. He sought for employment. Or he sought employment. И так, и так допустимо. Далее, например, она искала утешение. She sought consolation. She sought consolation. Значит, consolation – это утешение. Ну, давай с вами еще раз все проверим и повторим. So. Teach. Thought. Thought. Catch. Caught. Caught. Draw. Drew. Drone. Choose. Chose. Chosen. Seek. Sought. Sought. И примеры. He taught me English. She taught me Spanish. She has just taught me a lesson. He caught the ball. The fifth was caught. Past simple passive. She drew a very beautiful picture. She has always drawn very well. I chose that variant. She has chosen the right answer. He sought employment. Or he sought for employment. She sought cancellation. Неправильные глаголы. Часть седьмая. И так. Deal. Иметь дело заниматься. Deal. Dealt. Dealt. Deal. Dealt. Dealt. I dealt with our clients. Я занимался нашими клиентами. I dealt with our clients. I dealt with our clients. Я работал с поставщиками. So. For example. I dealt with suppliers. Я занимался, работал с поставщиками. I dealt with suppliers. То есть это была моя обязанность with suppliers. It was my responsibility. It was my responsibility. It was my responsibility. Responsibility. To work. To work with them. It was my responsibility to work with them. Next. Fight. Бороться. Fight. Fought. Fought. Fight. Fought. Fought. They fought. They fought. Very bravely. Они боролись очень смело. They fought very bravely. They fought very bravely. And one more example. Еще один пример. She has never fought. She has never fought for her rights. She has never fought for her rights. Она никогда не боролась за свои права. She has never fought for her rights. It's a pity. Это жаль. It's a pity. She has never fought for her rights. It's a pity. Далее. Throw. Бросать. Throw. Through. Throne. Throw. Through. Throne. For example. Я бросил мяч. I threw a ball. I threw a ball. I threw a ball. I threw a ball. Я только что выбросил мусор. Выбрасывать это. Throw away. I have just thrown away the rubbish. I have just thrown away the rubbish. И далее. Значит, у нас еще остались алкоголы rise и shoot. Rise – это подниматься. Например, цена поднялась. The price. Очень сильно. The price rose greatly. The price rose greatly. И также rise – это вставать. Например, солнце встало. The sun rose. Или, в принципе, можно также было сказать. The sun went up. The sun rose. The sun went up. И shoot – это стрелять. Shoot, shot, shot. Shoot, shot, shot. So, for example, он застрелил птицу. He shot the bird. He shot the bird. Они застрелили тигра. They shot the tiger. They shot the tiger. Ну, дальше раз все сами проверим и повторим. So, deal – dealt, dealt. Fight – fought, fought. Throw – threw, thrown. Rise – rose, risen. Shoot – shot, shot. И экзампл с примера. I dealt with our clients. I dealt with suppliers. It was my responsibility to work with them. They fought very bravely. She has never fought for her rights. It's a pity. I threw a ball. I have just thrown away the rubbish. The prize rose greatly. The sun rose. The sun went up. He shot the bird. They shot the tiger. Неправильные глаголы. Часть восьмая. Мы с вами продолжаем. Итак, следующие глаголы в нашем списке. Это lie – лежать. Если глагол «лежать», то его формы lie, lay, lane. Lie, lay, lane. И разберем сразу примеры. For example, она лежала в кровати два часа. Она пролежала в кровати два часа. She lay in bed for two hours. И, кстати, смотрите. Если глагол «лай» не «лежать», а «врать», то у него формы правильные. Лай, лайт, лайт. Например, она солгала ему. She lied to him. She lied to him. Здесь важно не путать это. То есть, если глагол «лай» лежать, то «лай, lay, lane». Основное выражение – это «lie in bed», «лежать в кровати». И «лай врать» правильный глагол «лай», «лайт», «лайт». She lied to him. Далее, forget. Забывать. Forget. Forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Например. For example. I forgot. I forgot his name. Я забыл его имя. I forgot his name. I forgot his name. Или я только что забыл этот адрес. I have just forgotten. I have just forgotten. I have just forgotten this address. Address. Oh, sorry. Address – это адрес. I have just forgotten this address. Next. Shake – это трести. Shake shook shaken. Shake shook shaken. Например. Он потряс бутылку. He shook the bottle. He shook the bottle. He shook the bottle. И также shake – это пожимать, например, руки. They shook hands. They shook hands. Далее с вами двигаемся. Итак, у нас глагол sing. Петь, sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Она пела вчера. She sang yesterday. И третья форма – sung. For example. I have never sung. I have never sung this song. Я никогда не пел эту песню. I have never sung this song. Далее. Beat. Beat. Right. Да, beat – это beat. Beat, beat, beaten. И посмотрим примеры. Они избили его. They beat him. They beat him. Ну, здесь на самом деле можно было перевести «they beat him», а не «бьют его». Но здесь надо же понимать из контекста, к какому это время относится, к прошедшему или настоящему. They beat him. Далее. Он избил ее очень сильно. He beat her. He beat her very hard. He beat her very hard. И его избили. He was beaten. Его побили. He was beaten. He was beaten. Окей. Давайте еще раз все проверим и повторим. Lie – лежать. Lay – lane. So, forget, forgot, forgotten. Забывать. Shake – shook, shaken, трясти. Sing – пять. Sing – sang, sung. Beat – beat, 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 beaten. She lay in bed for two hours. Lie – lied, lied. Врать. She lied to him. I forgot his name. I have just forgotten this address. He shook the bottle. They shook hands. She sang yesterday. I have never sung this song. They beat him. He beat her very hard. He was beaten. Неправильные глаголы. Часть девятая. Part nine. So, cost – стоить. Cost, cost, cost. Три формы одинаковые. Cost, cost, cost. For example. Например. It cost, it cost, it cost, a lot of money. Это стоило очень много денег. It cost a lot of money. It cost a lot of money. The computer, the computer, the computer, cost, the computer cost, two thousand dollars. Компьютер стоил две тысячи долларов. The computer cost two thousand dollars. Next. Hurt. Повредить, ушибить. Также три формы одинаковые. Hurt, hurt, hurt. Звук er, как в слове bird, птица, girl, девочка. Hurt, hurt, hurt. For example. She hurt her leg. Она повредила свою новую. She hurt her leg. She hurt her leg. Ну, конечно, более сильная степень – это break, ломать. She broke her leg. Она сломала. Но здесь у нас не сломала, а просто шибила. She hurt her leg. Далее, например, он задел ее чувства. He hurt her feelings. He hurt her feelings. Он задел ее чувства. То есть, hurt – также задевать чьи-то чувства. He hurt her feelings. Next. Strike. Ударить. Strike, struck, struck. Strike, struck, struck. For example. He struck him. He struck him. Это у нас в прошедшее время будет. He struck him. He struck him. On the chin. Он ударил его в подбородок. He struck him on the chin. He struck him on the chin. И даже strike еще переводится как осенять. То есть, it struck me. Меня осенило, что... It struck me that he had told me a lie. Меня осенило, что он мне сказал неправду, ложь. He struck me that he had told me a lie. It struck me that he had told me a lie. Next. Sleep. Spot. Sleep. Slept. Slept. Sleep. Slept. Slept. И примеры. Собственно, examples. He slept too much yesterday. Он слишком много спал вчера. He slept too much yesterday. He slept too much yesterday. I slept for eight hours. Я спал восемь часов. I slept for eight hours. И также всем известный неправильный глагол drink, пить. Drink, drank, drunk. So, drink, пить. Drink, drank, drunk. Он выпил стакан воды. He drank, he drank, a glass of water. He drank a glass of water. Они выпили бутылку вина. They drank, they drank a bottle of wine. They drank a bottle of wine. He drank a bottle of wine. Он никогда не пил водку. He has never, he has never drunk vodka. He has never drunk vodka. Окей, давайте с вами еще раз все проверим и повторим. Cost, cost, cost. Hurt, hurt, hurt. Strike, struck, struck. It cost a lot of money. The computer cost $2,000. She hurt her leg. She broke her leg. He hurt her feelings. He struck him on the chin. It struck me that he had told me a lie. Next. He slept too much yesterday. I slept for eight hours. He drank a glass of water. They drank a bottle of wine. He has never drunk vodka. Неправильные глаголы. Часть 10. Part 10. И мы с вами продолжаем. Итак, следующие глаголы в нашей таблице. Это hide, прятаться. Hide, hid, hidden. Hide, hid, hidden. И посмотрим на примеры. For example. Она спряталась за деревом. Она спряталась за деревом. She hid behind the tree. Next. I've just hidden it. Я только что спрятал это. I've just hidden it. Они не найдут это. They want. Want сокращенная форма от волны. They won't find it. I've just hidden it. They won't find it. Далее. Следующий глагол неправильный. Right. Едет верхом. Right, rode, hidden. Right, rode, hidden. Ну, соответственно, выражение «кататься на лошади». I rode a horse. I rode a horse yesterday. Я катался на лошади вчера. И вопрос. Have you ever ridden a camel? Ты когда-либо катался на верблюде? Have you ever ridden a camel? Далее. Feed. Кормить. Feed, fat, fat. Feed, fat, fat. Я бы кормил кота. I fed. I fed the cat. I fed the cat. Она еще не покормила собаку. She hasn't fed the dog yet. She hasn't fed the dog yet. So, she hasn't fed the dog yet. Next. Fit. Подходить. Fit, fit, fit. Дри формы одинаковые. Например. То платье ей подходило. That dress, that dress, that dress, fit her. Этот свитер мне прекрасно подошел. Значит. This sweater, this sweater, fit me perfectly. This sweater, fit me perfectly. И также знаем, что fit переводится как здоровый. Например. He is fit. Он здоровый. Это означает, что он в хорошей форме. He is. Ну. He is in a good shape. He is in a good shape. Далее. Следующий глагол. Blow, дуть. So, blow, дуть. Blow, blue, blown. Blow, blue, blown. For example. The wind. The wind. Blue. Suddenly. Вдруг подул ветер. The wind blew suddenly. The wind blew suddenly. Далее. Далее. Очень сильный ветер подул. The violent wind. The violent wind. The violent wind blew. The violent wind blew. And everyone. И все испугались. And everyone. Everyone got afraid. And everyone got afraid. Окей. Давайте с вами еще раз все проверим и повторим. Height. Height. Ride. Road. Ridden. Feed. Fat. Fat. Fit. Fit. Blow. Blue. Blown. Examples. She hid behind a tree. I've just hidden it. They won't find it. I rode a horse yesterday. Have you ever ridden a camel? I've fed the cat. She hasn't fed the dog yet. That dress fit her. This sweater fit me perfectly. He is fit. He is in a good shape. The wind. Blue suddenly. The violent wind blew. And everyone got afraid. Nеправильные глаголы. Часть 11. Part 11. So. Глагол burn. Переводится как гореть, жечь. Данный глагол, что удивительно, может быть как правильным, так и неправильным. И так, и так верно. Burn. Burned. Burned. Как правильный глагол. И burn. Burned. Burned. Как глагол неправильный. For example. Она сожгла письмо. She burned. She burned the letter. She burned the letter. Или, например, они сожгли дом полностью. They burned down. They burned down the house. They burned down the house. Burned down – это фразовый глагол. Burn – это просто поджечь, а burned down – жечь до тла. И так, далее. Значит, lean. Наклонить, наклониться. Здесь ситуация похожа. Так же глагол может быть как правильным, так и неправильным. Lean. 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 Или lean, land, land. Lean. Leaned. Leaned. Or lean, land, land. И, как всегда, examples. Например, он наклонил кост. He leaned the bush. He leaned the bush. He leaned the bush. И еще один пример. For example, she leaned to the right. She leaned to the right. Она наклонилась направо. She leaned to the right. Или, например, она наклонилась налево. She leaned to the left. То есть, мы можем использовать как lean, так и land. То же самое, как burned, так и burned. Ну, далее проще. Wake будет пробуждаться. Wake, walk, walk on. Wake, walk, walk on. Обычно мы с вами употребляем wake up. Ну, и, соответственно, walk on, walk up и walk on up. Я разбудил его. I woke him up. I woke him up. Я разбудил его. Или же я проснулся очень рано. I woke up. I woke up very early. I woke up very early. Ну, мы с вами знаем также got up. А, вставать. I woke up very early. Или, если я уже встал, это got up. I got up very early. Next. Steel, а, красть. Воровать. Steel, stole, stolen. Steel, stole, stolen. Например, он украл ее сумку. He stole. He stole. Her bag. He stole her bag. His wallet. Его бумажник. His wallet was stolen. Его бумажник был украин. His wallet was stolen. His wallet was stolen. И ring. Звонить. А там, звенеть. Ring, rang, rang. Ring, rang, rang. Например, я позвонил ему. I rang him. I rang him. Но обычно мы с вами употребляем глагол called. I called him. Но ring также часто употребляется. Не так часто, как call, но имеет место. Или, например, the phone rang. Телефон зазвонил. The phone rang. Замечательный пример. Давайте еще раз все с вами проверим и повторим. Burn, burned, burned. Or burn, burned, burned. Lean, leaned, leaned. Or lean, lent, lent. Wake, woke, woken. Steal, stole, stolen. Ring, rang, rang. She burned the letter. They burned down the house. He leaned the bush. She leaned to the right. She leaned to the left. I woke him up. I woke up very early. I got up very early. He stole her back. His wallet was stolen. I rang him. I called him. The phone rang. Неправильные глаголы. Часть 12. Part 12. И мы с вами проверим про следующие неправильные глаголы. Read, swim, fly, forgive, lead. Итак, read, читать. Read, 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 read. Read, read, read. Пишутся одинаково, но произношения разные. Read, первая форма, вторая, третья форма. Read, read. И сразу разбираем примеры. Я прочел очень интересную книгу. I read a very interesting book. I read a very interesting book. Next. Я только что прочел эту книгу. I have just read this book. I have just read this book. Next. Swim. Плавать. Swim. Swam. Swam. Swim. Swam. Swam. For example. Например, я плавал в реке. I swam in the river. I swam in the river. I swam in the lake. Я плавал в озере. I swam in the lake. Она плавала в море. She swam in the sea. Он плавал в океане. He swam in the ocean. He swam in the ocean. He swam in the ocean. И так далее. Далее. Fly. Лететь. Fly. Flew. Flown. Fly. Flew. Flown. Итак. Я полетел в Америку. Он уже улетел в Испанию. He has already flown to Spain. He has already flown to Spain. Далее. Forgive. Прощать. Forgave. Forgiven. Forgive. Образование форм похоже на образование формы глагола give. Давать. Gave. Given. Forgive. Forgave. Forgiven. Итак. Прощать. Он просил ее. He forgave. He forgave her. He forgave her. Я уже просил его. I have already. I have already. Forgiven. I have already forgiven him. Я уже просил его. I have already forgiven him. И еще один неправильный глагол. Lead. Led. Led. Привести к какому-то результату. Lead. Led. Led. Это привело к очень плохой ситуации. It led to a very bad situation. It led to a very bad situation. Или ее действия. Her actions. Her actions. Led. Привели. To these results. Привели к этим результатам. Her actions led to these results. Окей. Мы с вами еще раз все проверим и повторим. Read. 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 Swim. Swam. Swam. Fly. Flew. Flown. Forgive. Forgave. Forgiven. Lead. Led. Led. I read. A very interesting book. I have just read this book. I swam in the river. I swam in the lake. She swam in the sea. He swam in the ocean. I flew to America. He has already flown to Spain. He forgave her. I have already forgiven him. It led to a very bad situation. Her actions led to these results. Неправильные глаголы, часть 13, part 13. И мы с вами разберем следующие неправильные глаголы. Sink, sweep, stick, freeze и bend. Итак, sink. Приводится как тонуть. Sink, sank, sunk. Sink, sank, sunk. For example. The boat sank. Лодка утонул. The boat sank. То есть, другими словами, the boat went under the water. Лодка ушла под воду. The boat went under the water. The ship sank. Соответственно, корабль утонул. The ship sank. No one survived. Никто не выжил. No one survived. The ship sank. No one survived. Далее, sweep. Подметать. Sweep, swept, swept. Sweep, swept, swept. For example. I swept the floor. I swept the floor. Я подмыл пол. I swept the floor. She hasn't swept the floor yet. She hasn't swept the floor yet. She hasn't swept the floor yet. Next. Stick. Приклеивать. Stick, stuck, stuck. Stick, stuck, stuck. For example. I stuck it to the wall. Я приклеил это к стене. I stuck it to the wall. I stuck it to the wall. She stuck it to the desk. Она приклеила это к песне, но он стал лучше. She stuck it to the desk. Далее. Freeze. Замораживать. Freeze, froze, frozen. Freeze, froze, frozen. For example. He froze. Он заморозил. He froze. All the vegetables. Все овощи. He froze all the vegetables. I froze the meat. Я заморозил мясо. I froze the meat. I froze the meat. So. Таким образом. Bend. Сгибать. Bend, bend, bend. Bend, bend, bend. Examples. Примеры. For example. She bent her knees. Она согнулась в свои колени. She bent. She bent her knees. She bent her knees. Он согнул шеи. He bent. He bent his neck. He bent his neck. И так далее. Давай с вами еще раз все проверим и повторим. So. Sing. Sank. Sunk. Sweep. Swept. Swept. Stick. Stuck. Stuck. Freeze. Froze. Frozen. Bend. 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 Examples. The boat. The boat went under the water. The ship sank. No one survived. I swept the floor. She hasn't swept the floor yet. I stuck it to the wall. She stuck it to the desk. He froze all the vegetables. Да. Мы с вами говорили, что именно овощи. He froze all the vegetables. I froze the meat. She bent her knees. He bent his neck. Неправильные глаголы. Часть 14. Part 14. И мы с вами разберем следующие глаголы. Underpay. They re-write, re-take, re-do и split. Итак, underpay переводится как недоплатить. Underpay, underpaid, underpaid. Underpay, underpaid, underpaid. For example. They underpaid him. They underpaid him. Они не доплатили ему. Это означает, что they paid him less money. Ему не доплатили. Например, he was underpaid. Это если будем использовать страдательный залог. Passive voice. Passive voice. Past simple. Во времени past simple. Was, were. То есть третья форма. Соответственно, was. И третья форма underpaid. He was underpaid. Далее. Rewrite. Переписать. Rewrite. Переписать. Rewrite, re-wrote, re-written. По аналогии с глаголом write. Write, write, re-wrote, re-written. So, for example. I rewrote. I rewrote my composition. Я переписал свое сочнение. I rewrote my composition. Next. Retake. Пересдать. Обычно я пересдаю какой-то экзамен. Retake, retook, retaken. Также образование форм по аналогии с глаголом take. Take, took, taken. Retake, retook, retaken. Just a second. Только retake. Здесь сразу есть опечатка, поэтому сейчас исправим. Нужно retaken. Кажется, и не нужно. Сейчас исправим. Я сделал другой скриншот. Just a second. Now it's okay. Теперь все в порядке. Retake, retook, retaken. Пересдать. Пересдать. For example. Он пересдал экзамен успешно. How will we say it? Как мы с вами это скажем? He retook. He retook the exam successfully. He retook the exam successfully. Он успешно пересдал экзамен. He retook the exam successfully. Далее redo, переделать, redo, redid, redone. Также образование по аналогии с глаголом do. Do, did, done. Redo, redid, redone. So, examples. Примеры. He retook his homework. Он переделал свою домашнюю работу. He retook his homework. Ну, то есть просто в настоящем homework. He retook his homework. Или же просто в настоящее время тебе нужно переделать это. You need to redo it. You need to redo it означает you need to do it again. You need to do it again. So, you need to do it again. Next. Split. Раскалывать, разделять. Разбивать. Split, split, split. For example, I split it. Я разделил это. I split it. I split it into several parts. Into several parts. Я разделил это несколько частей. В принципе, здесь split выступает синонимом divide. Divide. Можно также было сказать I divided it into several parts. Окей. Достаем все. Проверим и повторим. Underpay. Underpaid. Underpaid. Rewrite. Rewrote. Rewritten. Retake. Retook. Retaken. Redo. Redid. Redone. Split. 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 They underpaid him. They paid him less money. He was underpaid. Passive voice. Past simple. I rewrote my composition. He retook the exam successfully. He redid his homework. You need to redo it. You need to do it again. I split it into several parts. Or I divided it into several parts. Неправильные глаголы. Часть пятнадцатая. Part fifteen. И мы с вами разберем следующие глаголы неправильные. Withdraw. Overcome. Broadcast. Misunderstand. Foresee. Итак. Withdraw. Переводится как забирать. Withdraw. Withdrew. Withdrawn. Withdrew. Withdrew. For example. He. Withdrew. Он забрал. He withdrew. All his money. From a bank. Sorry. He withdrew. All his money. From a bank. Он забрал все свои деньги из банка. He withdrew all his money from a bank. Далее. Overcome. Преодолеть. Overcame. Overcome. Образование форм. Согласно образованию формулы глагола come. Come. Came. Come. И также. Overcome. Overcame. Overcome. Значит. Он преодолел эту трудность. He overcame. He overcame. This difficulty. He overcame this difficulty. He overcame this difficulty. He is a real hero. He is a real hero. He is a real hero. Он настоящий герой. He is a real hero. Next. Broadcast. Транслировать. И здесь два варианта. Broadcast. Broadcasted. Broadcasted. Или broadcast. 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 Это передавалось в новостях. Транслироваться передавалось. It was broadcast. It was broadcast in the news. It was broadcast in the news. Далее. Очень нужный глагол. Пишется всего одно слово. Misunderstand. Неправильно понять. Misunderstand. Misunderstood. Misunderstood. For example. I think you misunderstood me. Я думаю, ты меня неправильно понял. I think you misunderstood me. I meant another thing. Я имею в виду другую вещь. I meant another. Another. Это другая. I meant another thing. I think you misunderstood me. I meant another thing. Далее. Forsee. Предвидеть. Forsee. Forseeing. 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 И, например. She foresaw. She foresaw. These changes. Она предвидела эти изменения. She foresaw. These changes. Она предвидела эти изменения. Окей. А дальше мы еще раз все проверим и повторим. Withdraw. Withdrew. Withdrawn. Overcome. Overcame. Overcome. Broadcast. Broadcasted. Broadcasted. Or broadcast. 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 Misunderstood. Misunderstood. Forseeing. 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 По аналогии с глаголом «си». «Си». «Соу». «Син». И примеры. He withdrew all his money from a bank. He overcame this difficulty. He is a real hero. It was broadcast in the news. I think you misunderstood me. I meant another thing. She foresaw these changes. у вас есть. Пока. Лоб. А carbon. Перевnent в Индщо. По самогроз.